Положение дел в наших законах не совсем такое, как вы описали. Есть вообще разночтение. Безусловно, вы не просто так все это написали. Но если взять наши законы, как они есть, то суд в этой области, о которой вы пишете, отношение к высоким книгам, к духовным книгам, это уважение и почтение. Там слова Всевышнего. Это значит, что действительно нельзя сесть, допустим, на стул и сзади себя положить книгу или тетрадку, или на диван сел и опять же ряд так сзади себя положить. Это неприлично, это не нужно. В остальном же нет запрета на диван положить книгу Торы, но тебя, допустим, нет на диване. Начнем с этого. Или на стул положить, но тебя нет на стуле. Значит, это вообще нет проблем. При этом надо класть только так, чтобы уровень святости соблюдался более святая книга выше, чем другая. Например, сверху книги Торы, Хумаша, а под этим книги Мишна, Талмуд, а еще под этим, может быть, статьи или выступления раввинов. Вот примерно так. Но это тоже не строго. Это желательно, чтобы какой-то порядок был. Еще продолжим дальше. Если человек учится, сидит на диване, он читает, ему нужно пользоваться книгами, конечно, он может положить на диван, но не сзади себя, а рядом с собой, потому что он пользуется ими. Или он сидит на диване, рядом с диваном стол. Он может положить и на стол тоже, потому что это все ради изучения, поэтому опять нет проблем никаких. Перейдем дальше, уже ближе к вашему вопросу. Человек устает и прочее, вы о себе не пишете, но я верю тому, что вы написали. Вам тяжело. Никакой проблем нет принятки. Так прилет, книга в руках, читайте. Рядом еще книгу положите, тоже хорошо, возьмите ее и так далее. Не драматизировать ситуацию при условии, что вы уважаете эти книги, любите эти книги. Да, нет проблем. При том ограничение, которое я сказал. И еще у вас есть медицинские показания такие, так вообще нет проблем никаких. На боку можно лежать и изучать. Что не рекомендует, это лежать на спине и вот так поднять книгу над собой и изучать ее. Не рекомендуется. По целому ряду причин, которые здесь не имеет смысла обсуждать. То, что я здесь рассказал, уже облегчает вам ситуацию и позволит хорошо учиться и заниматься. Даже если вы иногда должны привлечь. Но старайтесь по возможности, сидя или стоя. Можно немножко стоя, потом сидя, то опять стоя и так далее. Если нужно привлечь, можно привлечь. Ничего в этом нарушения нет при условии, что вы уважаете наши книги и любите их. Всего доброго. До свидания.